здравствуйте любители качественного звука рад вас приветствовать на моем канале после последнего видео о влиянии проводников на звук появилось у меня достаточно большое количество подписчиков смотрю тема актуальна и интересна любителям качественного звука решил ее расширить тем более в спорах под ним были пользователи которые вообще не верят о влиянии проводников на звук поэтому первую часть своего рассказа хотя бы посвятить вкратце в том числе ответом на вопросы от предыдущего видео и потом добавить чуть-чуть разнообразия все-таки виды и формы кобелей и влияют ли они на звук вот почему вообще решил вести свой канал на самом деле очень большой промежуток времени на протяжении двух-трех лет я занимался это было вообще хобби хобби подбирал проводники и пытался изготовить более качественные самостоятельно так как я инженер радиоэлектроники образование начальное естественно есть еще из советского союза вот достаточно неплохое изучали все вопросы связанные с распространением электрических волн всего прочего вот поэтому проводники уже подбирал для своих работ исходя из понимания немножко глубже чем обычный пользователь этого вопроса достаточно высокого качества хорошего советские проводники по серебряные разных конструкций но уже применял их для изготовления своей продукции и вот этот вот опыт хобби не дешевое занятие то есть я занимался покупанием разных типов проводников изготавливал из них слушал отправлял знакомым они слушали сравнивали высказывали свои отзывы вот покупал для сравнения их и понимания вопроса референсные топовые фирменные кабеля вот касается usb конкретно вот были и подешевле сначала образцы потом когда их переплюнул своими кабелями купил топовые usb кабеля серия чистое серебро вот стремился к нему к нему я долго достаточно стремился вот на протяжении двух-трех лет я же рассказываю то есть кладовка забита проводниками в итоге то есть в тот же момент хочу сэкономить может кто-то в таких же поисках проводников еще чего-то для этого я хочу на своем канале освещать эти вопросы собрать любители которые занимаются этим которым это интересно общаться отвечать на вопросы кому-то возможно сэкономлю на этом время кому-то деньги не только по проводам можно общаться вообще о патуре звуковой и любых направлениях все что касается качественного звука вот товарищ под прошлым видео ван демир такой сказал что советское образование полный отстой не идет сравнение с настоящим начал мне доказывать о цифровой передаче данных usb кабель на звук не влияет вот ну об этом постепенно и помаленечку хочу ответить в своем видео он там скинул ссылочку интересную я тоже под своим видео размещу о природе электричества вот перейдем к краткому обзору этого видео почему потому что достаточно интересно я посмотрел решил тоже прокомментировать вот любые вопросы серьезные достаточно сложные которым нас обучали в школах в институтах и так далее научно-исследовательских институтах которых я тоже работал многие вопросы упрощают для выявления основного нюанса этого вопроса также в этом видео в котором он рассмотрел вот давайте рассмотрим картинку кристаллическая решетка проводника сделано идеальной идеально ровным размещением атомов хаотически летают электроны когда не подано на проводник ничего мы видим такую картину идеальный проводник но в природе не бывает идеальных проводников я проводил аргумент свою фотографию о том какой проводник на самом деле из каких гранул он состоит кристаллическая решетка абсолютно хаотически в каждой грануле своя поэтому из того видео которое будет ссылочки опять-таки трехмерная картина электромагнитных полей которые образуются при замыкании провода и протекании по нему электричества да она будет не идеальная вот на картине мы видим идеальное распределение трехмерной программой электрического поля также было предположение что не придуман еще способ измерения качества проводников на что я тоже ответил ссылочкой который хочу вкратце прокомментировать ссылочка видео михаила сорти измерения делал эдуард марилов вот вашему вниманию осциллограмма синусоидального сигнала на 20 герцах подключены два типа проводника как коаксиальных межблочных которые на синусоиде практически одинаковые отличить синусоиды тем более на невысокой частоте 20 герц невозможно то есть два одинаковых проводника подключен будут шикарно звучать о чем это говорит о том что на силусоиде давно и многие профессионалы не измеряют качество аппаратуры звуковоспроизводящей следующая картинка нам показывает что звуковоспроизводящую аппаратуру многие специалисты ее качество тракта канала передачи измеряют п-образным импульсом п-образный импульс на частоте 20 герц имеет вот такую идеальную форму для того чтобы понимать влияние качества импульс растягивают во времени и растянутый п-образный импульс на тот же частоте 20 герц имеет вот такую форму о чем нам говорят уже растянутые во времени две характеристики двух разных проводов на одной частоте синяя характеристика это более качественный проводник желтая менее качественный проводник смотрим первая ступенька в желтом проводнике образуется намного раньше чем на синие характеристики на синие характеристики первой ступеньки как бы и нет вообще она между первой и второй ступенькой но намного более пологая о чем это говорит что частотная характеристика синего кабеля намного лучше у него более гладко более быстро возрастает импульс это на частоте 20 герц то есть достаточно идеальные условия для передачи звуковой частоты что же будет при увеличении частоты на частоте 5 мегагерц что мы видим импульсы из п-образных идеальных превращаются в пилообразные причем форма этой пилы достаточно интересно скажем так опять-таки импульс синего кабеля возрастает более плавно и более высоко желтая характеристика мы видим опять с той же первой ступенькой уже на этой частоте на 5 мегагерц ступенька раньше и большая сохранилась это всего 5 мегагерц значит напомню вам что частота тактовых импульсов в кабеле usb 240 мегагерц следующая картинка рассматриваем всего-навсего 6 мегагерц что мы видим формы сигналов из п-образных превратились причудливые опять-таки здесь можно сделать вывод синяя характеристика синий кабель достигает значение если вот нарисовать виртуальную линию где будет достигнуто значение единицы в этом кабеле то она будет достигнуто намного раньше и намного позже закончится то есть все таки ближе к п-образному импульсу в желтом сигнале если верхушечку рассмотреть единица начнется позже и раньше закончится казалось бы какое значение это имеет цифровой передачи данных для цифровой передачи данных в компьютерах это не влияет абсолютно никаким образом потому что там давно реализованы технологии контрольных сумм которые проверяются при передаче пакетов данных все ошибки которые возникли при передаче данных исправляются вносятся коррекции и информация передается будь то на принтер на флешку куда угодно на экран монитора в так называемой цифре но которая без ошибок фотография на принтере будет идеально такая же как на экране монитора файл на флешке будет такой же как на компьютере любой документ фотография все что угодно будет правильное но многие люди не могут понять что музыка цифровая особенно ее передача по цифровым каналам не во всех местах поддерживает эти принципы исправления ошибок где не поддерживается на конечном этапе допустим вывода цифровой музыки с цифрового устройства кабелем usb и подачи этого цифрового сигнала на цап цифроаналоговый преобразователь вообще сама передача называется потоковая передача данных музыки в цапе отсутствуют какие-либо процессоры и процессы обработки проверки на ошибки и исправления этих ошибок они просто отсутствуют не зря многие разработчики в хороших дорогих вариантах цапов постоянно модернизируют чипы приемника по usb протоколу это иксмос а манера мы знаем да иксмосы там были 8 16 32 и так далее это идет постоянно модернизация применяются всякие технологии клоккинга кварцевания тактирования цифровых импульсов понятие фемтоклок это с громадной точностью до 10 минус 12 степени тактирования поступивших цифровых импульсов для чего для чего все это делается не от бухты барахты что цифровая информация поступившая цап не претерпевает никаких искажений претерпевает и очень больших все на стадии от выхода с источников цифрового сигнала до цапа до поступления на чип преобразования цифровая информация искажается и не исправляется на этой стадии чип как получил информацию в недостаточно достоверном виде так он ее и обработал и вот этот график двух кабелей на разных частотах всего лишь это мы рассмотрели с вами 6 мегагерц а на графике следующем который предлагаю рассмотреть 14 мегагерц с видео которое будет под ссылочкой на частоте 14 мегагерц мы видим что синий кабель если уровень будет выше его половины единицы то единицы будут распознаваться если ниже его половины то желтый сигнал уже не будет распознаваться как единицы это всего лишь частота 14 мегагерц что будет на тактовой частоте 240 мегагерц на частоте 240 мегагерц многие единичные импульсы в некачественных кабелях могут повязывать в шумах в шумах блоков питания некачественных цапов в шумах питания поступившим по USB кабелю с передатчика и так далее со всеми этими проблемами борются люди борются фанаты звука вот разными способами поэтому я уже пять лет как занимаюсь производством USB кабелей и можете кто сомневается не надо верить мне на слово в интернете очень много информации доступной я скину ссылочку на статью которая расписывает каким образом проводники влияют чуть чуть глубже технически я мог бы объяснять глубоко технически потому что я изучал глубоко все эти вопросы но это будет неинтересно формулы вычисления затрону кратко эту тему перейду к основной теме нашего вопроса виды и формы кабелей то есть я немножко расширю обзор предыдущего видео как можно представить проводник с инженерной точки зрения с радиотехнической вот предлагаю рассмотреть картинку о чем говорит эта картинка что любой проводник в зависимости от его длины можно представить в форме определенной емкости и определенной индуктивности между двумя проводниками образуется емкость на протяжении длины всех проводников образуется индуктивность в зависимости от длины проводника эти все единицы накапливаются и говорить о том что все проводники одинаковые абсолютно неправильно что нам говорит эта картинка такие же самые схемы радиотехнические инженерные мы можем встретить в акустических системах фильтр который просто отфильтровывает частоты их не слышно в любых других радиоинженерных устройствах фильтр отфильтровывает частоты кабель такой же самый фильтр он имеет и емкость и индуктивность и активное сопротивление активное сопротивление кабеля на самом деле достаточно простая величина сопротивление проводника равно напряжение все знают по закону ООМа разделить на ток так вот активное сопротивление наименьшим образом влияет и интересно в рассмотрении влияния проводника на звук почему потому что в любом нормальном усилителе есть ручка громкости и эта зависимость достаточно линейная на всем частотном диапазоне то есть активное сопротивление достаточно линейно влияет на звук то есть мы крутнув ручку громкости нивелировали сопротивление межблочных кабелей но емкость и индуктивность мы не можем нивелировать они физически отфильтровывают частоты разные проводники их формы реализации их из предыдущего видео наполнение из какого материала изготовлен проводник будут влиять на их звучание рассмотрим конструкцию проводников на самом деле проводников очень большое количество взял самые три распространенных типа проводников рассмотрим картинку а коаксиальный кабель это виртуальная середина двух проводников одна и та же проходит через центр центрального проводника и экранирующий проводник конструкция разработана была для передачи высокочастотных сигналов зачем это было реализовано протекающий ток по проводнику ну приказ что когда тоже виртуальное понятие образует электрическое поле так как по проводникам один сигнальный один экранирующий земляной токи противоположные соответственно электрическое поле противоположное два противоположных поля себя частично компенсируют нейтрализуют эта конструкция коаксиального кабеля частично нивелирует скин эффект понижает электрическое поле скин эффект уменьшается за счет того что уменьшается скин эффект в коаксиальных кабелях выше частота передачи сигналов проводники кабеля изготовленные по коаксиальной технологии используются для высокочастотных сигналов на в мегагерцах в гигагерцах они же используются для звуковой частоты для музыкальной аппаратуры эти конструкции кабелей но у меня к ним своеобразное отношение следующий проводник рассмотрим картинку просто два параллельных проводника это провода в электрических розетках это телефонные кабеля лапша полно примеров то есть сигнальный проводник и земляной проводник одинаковой формы бывают круглой бывают монолитической бывают многожильные конструкции любые проводники что в коаксиальном что эти суть не в этом суть в том что передача сигналов вокруг них образуются магнитные поля которые точно также влияют на качество сигнала то есть эти проводники точно также обладают своей емкостью своей индуктивностью рисуночек в рассмотрим плоские проводники с большой площадью для чего это было инженерами разработано опять-таки для нивелирования скин эффекта при протекании тока будто звуковой сигнал через проводники возникает электрическое поле которое вытягивает протекающие токи ближе к поверхности но так как проводник достаточно плоский у него поверхность имеет очень большую площадь то есть и влияние скин эффекта снижается повышается частотный диапазон передаваемых сигналов предлагаю рассмотреть готовые реализации кабелей какие бывают я уже кратко озвучивал бывают многожильный проводник левая картинка все проводники имеют право на жизнь но для передачи звука мое личное предпочтение и мой опыт говорит о том что как для передачи межблочных кабелей так и для цифровых юсб кабелей больше все таки подходят моножильные проводники будь то круглой формы средняя картинка или плоской формы для нивелирования скин эффекта я уже сказал плоской формы состав проводников я уже рассматривал в предыдущей теме не будут подробно останавливаться если это монокристаллическая медь серебро или посеребряная медь мое личное предпочтение отдается этим проводникам ну и хотел бы вкратце посмотреть какие последние на протяжении последних 50 лет появляются изделия интересные акустических кабелей допустим тех которые влияют на звучание акустических систем в итоге вот такие дивные конструкции левый пример это аж восемь проводников плоских в одном кабеле позволяет реализовать и биампинг и би вайлинг почему плоские проводники опять-таки учитывая все физические явления и для их минимизации скин эффекта емкости и индуктивности то есть опять-таки все направлено для улучшения звучания правая картинка еще плоские проводники свернуты в спираль применено два проводника один чисто медный второй посеребряный то есть во первых визуально очень красиво во вторых на звук влияет положительно наше хобби увлечение музыкой это достаточно затратная для бюджета семейного вещь в своих системах вы можете использовать те проводники которые нравятся лично вам мои видео это не догма не какие-то требования я хочу всего лишь навсего делиться своим опытом общаться вполне допускаю споры на эти темы что считается лучше хуже не влияет вообще какие типы металлов проводников вы имеете опыт использовать каких результатов достигли и так далее мое видео это не догма и не насаждение моего личного мнения это всего лишь мой личный опыт который я имею и который хочу с вами поделиться поэтому если у вас есть ваш опыт абсолютно буду рад прислушаться оценить обсудить поспорить что хотелось бы сказать в своем видео в моей стране идет война обязательно это надо затронуть это нельзя забывать или игнорировать все занятия даже хобби даже записи этого видео происходят благодаря того что есть на территории украины места где постоянно не обстреливают день не взрываются рядом хотя было и такое мы должны быть все благодарны вооруженным силам украины жизнь которая продолжается она вся зависит только от той ситуации которая происходит на фронтах на фронтах сражаются сбор вооруженные силы украины защищают независимость и свободу нашей страны на фронтах очень тяжело люди нуждаются в медикаментах в пропитании в обмундировании в многих других вещах прошу всех не забывать об этом оказывать посильную помощь не говорю куда и что это вы каждый сам должен принять каком объеме куда оказывать эту помощь но это должен делать каждый нашей стране без помощи всей страны на победу мы не доставим свою независимость свою свободу вся наша жизнь зависит от того что сейчас происходит на фронтах для приближения нашей победы необходимо чтобы все оказывали посильную помощь львиную долю тех заработков которые я получаю на своем ручном труде это у меня не основная работа это хобби я отдаю на помощь вооруженным силам медикаменты обмундирования пропитания и прочее всем спасибо за внимание надеюсь буду радовать вас и в следующих видео спасибо до свидания